Девочки Я себя чувствую после развода. Без мужа. Хотите? Вот только честно. Вот честно. Хотите? Скажу. Как будто мне глистов вывели. Слово-то какое обидное придумали. Разведёнка. А мужик разведённый? Он кто? Разведён? Или разведёныш? Или развездёк? Девочки, да нет. Кому с мужем повезло? Совет да любовь. А мне такое чудо попалось. Ой. Вот вы знаете, бывают разные виды мужей. Например, муж Тик-Ток. Весёлый, но дебильный. Муж-аватар. Вечно синий. Или муж-самовар. Большой, горячий. А краник маленький. И всё время подкакивает. Вот мой совмещал все три вида. Я своего мужа трезвым за всю жизнь видела только один раз. На фотке. Где ему три года? А гулялка. Ой. Всё время меня звал чужими именами. То Катя, то Галя, то Таня. Ну реально я испугалась, когда он меня назвал Геннадий Петрович. Ой, а тупой был. Как-то утром вскочил, кричит. Всё, мать, всё, я слеп. Давай, давай, вызывай скорую. Я ничего не вижу. Я говорю, да ладно, дурак. Ты с похмелья в глаза вместо контактных линз рублёвые монеты вставил. А как-то пошёл делать себе татуировку. И выпил для храбрости бутылку коньяка. И мастеру ткнул не в тот рисунок. И мастер ему вместо парашюта и ВДВ наколол на груди сердечко и фразу «Я люблю Колю». Он теперь в бане с мужиками в свитере моется, потому что у него в компании два Коли. Ой, нет, конечно, бывает иногда ностальгия. Хочется почувствовать, что у меня есть муж. Девчонки, тогда я вечером, ой, прихожу домой, раскидаю по дому носки, окурки, вытру руки о шторы, пролью пиво на диван из детского водяного пистолета, обстреляю стенку в санузле, посмотрю на это всё и думаю, господи, как же хорошо, что я не замужем. Ой, а ревнивый какой был. Помню, уехал в отпуск и тайно поставил мне на смартфон программу слежения. Представляете, GPS. Хотел проследить, где я бываю, а я этот смартфон забыла в такси. Он утром звонит на домашний телефон и орёт. Ах ты, путан, обестыжий, а. За ночь объездила все рестораны, гостиницы, вокзалы и в цыганский табор. О, как. Нет, девочки, всё. Я теперь замуж не ногой. Девчонки, мы почему-то к мужьям относимся, как индусы к коровам. А коровы в Индии, это же священное животное. Вот понимаешь, ему можно всё. Я вот по телеку видела. Сидит тётка. Написано, Галина, которую бьёт муж. А бью её. И она говорит, мой муж очень хороший, добрый. А то, что он делётся, он не виноват. Просто у него в детстве лопнул мясик. И он хочет его пинать, понимаете? И когда он видит мою круглую боску, он думает, что это мясик. И начинает его пинать. Так что я его осень люблю. Я его никогда не бросу. Лишь бы мячик не лопнул. Вы представляете? Ой, да. Мы своих мужей любим. Заботимся. Подруге своей замужней. Звоню и говорю, как ты? Она говорит, да как Лариса Гузеева. Я говорю, в смысле? Она говорит, собираю по квартире его носки и каждому ищу пару. Мои девочки. А как вам эти советы в женских журналах? Муж не должен видеть вас в халате. К приходу мужа наденьте красивое платье. Сделайте маникюр, прическу. Что за дискриминация? Давайте мужикам тоже напишем. К приходу жены наденьте смокинг, побрейте харю и отполируйте лысину. Кстати, а это дебильная мода на бороды. Идет хлюпик, 17 лет, а борода, как у 100-летнего аксакала. Мальчики, за бородой надо ухаживать. Надо ее мыть, стирать, пылесосить. У вас же по бороде можно угадать все, что вы ели за неделю. Я соседу говорю, Егор, ты что, на шашлыках, что ли, был? Он говорит, о, а как ты узнала? Ты что, за мной следишь? Я говорю, да у тебя борода обуглена и шампур из нее торчит. Ой, вот вы знаете, сейчас модно засыпать под звуки природы. У меня подруга Ольга вот под это засыпает. Шум моря. Светка вот под это. Пение птиц. А я 30 лет замужем пробыла и только вот под это засыпала. Помню, он перед свадьбой сказал, детка, со мной не уснешь. Я же не знала, что он прохрап. Ой, а эти все попытки его заработать, девочки, как-то бизнесом занялся. Решил разводить карпов дома в ванной. Я говорю, слушай, ну а как, где я купаться-то буду? Он говорит, ну ты в ванной вот это вот отгоняй этих карпов и купайся. Я говорю, ага, сейчас прям вот. Потом узнал, что за сдачу крови деньги дают. Водушевился, говорит, слушай, сдам 800 литров и куплю загородный дом. Я же дурак. У тебя всего-то 5 литров в организме. Тебе только на дверную ручку от этого дома хватит. Нет, девочки, нет. Больше замуж не ногой. Кстати, девочки, еще такой бонус. Нет мужа, нет свекрови. Хотя одна моя знакомая, ой, так свою свекровь любит. Боже мой, придет, конфеты ей притащит, цветы. Говорит, мама, как я вас люблю. О, как мне нравится к вам приходить. Вы самая лучшая. Вот так вот постоит у оградки. Веночек поправит и домой едет. Да. Просто наша женщина так устроена. Мы все терпим. Все мужьям прощаем. Потому что хотим замуж один раз и на всю жизнь. Сестра выходила замуж. Думала, ну не буду фамилию менять. Ну, а что менять-то? Ну, просто добавлю фамилию мужа к своей. И будет двойная фамилия. Она же не знала, что она 9 раз будет замуж выходить. Теперь она Кобылина Игнатюк, Дебюси Булкина, Карапетян Ля Пучини, Роземблюк и Скирдык Заде. Так что, девочки, разведенка, это не женщина второго сорта. Это женщина, которая открыла новую страницу своей жизни. Я, когда была замужем, я жизни-то не видела. Я только стирала, выбирала, готовила. А теперь я, наконец-то, исполняю свои мечты. Я записалась на танцы, да. И кручу пируэты. Ты-ты-ты-ты-ты. А не фарш в мясорубке. Я хожу бы за студию и пишу пейзаж. А не списки, что купить в магазине. Я учу испанский язык. Вот послушайте. Это значит, только любовь делает нашу жизнь великой. АПЛОДИСМЕНТЫ В общем, девочки, все мои мечты сбылись. Ой, кроме одной. Знаете, какой? Я очень хочу выйти замуж. АПЛОДИСМЕНТЫ Почему, почему? Да потому что СОЛО ЭЛЯ МОР ХУ СЕКУ НОЕСТРА ВИДЕСЕ ЭМ ГРАУНДЕС. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ